23 серия чаразеек просто сразу же в лед понеслось я не помню чем все закончилось зачем все закончилось все хорошо как меридиан изменился при себе будет старая шутка блин хотя по факту там до сих пор все так же да где в москве как хорошо кто москве скажет как у вас хочешь выпустить других заключенных нириса набирает мощь когда она нападет придется защищать фобоса освободи меня я жизни не пожалею меньшего я и не ждал но мне нужны помощники обладающие магической силой чё так так это его уже переодели ему дали князевский когда меридиан переезжает снова одевается верни мне нормального подростков области по школьников области например эти он сейчас освободит эту меринду меринду двое это было право это вот этот паук это меринда и цедрика почему не подумала про седрика все забыли про нее дрика говорил вам или нет по седрика превратили в какую-то гадость возможно это отсылка для прям очень лютых олдов помните в аладине был сериал и в этом сериале был был какой-то мультик где превращали в каких-то слизней или что-то в этом духе и они так уродливо выглядели жасмин помню превратили в такую же похожую хрень пожалуйста кто-то точно понял о чем я говорю напишите номер серии чуть такое я надеюсь вы поняли там к это прям вообще мерзотные серии мне в детстве решили задание блин раздаешь подписчикам найдите напишите они находят можно я наказал их за ошибки слишком сурово я не хотел вас заставлять понимаете типа найдите это не обязательно условия лайки подписки тоже это я даю вам еще один шанс доказать верность мою затея паршивая я тоже так ну как сказать довольно ворчать ватек ведь теперь я последняя надежда вселенной как он долго этого ждал но наконец-то вендет я благодаря мне не оси стремная а о чем миша ладно оба с мужчине страшным это первом сезоне говорили сейчас он вообще как будто не ну не от него не исходит угроза никакой просто неудачник такой вот страшный и вроде такой президента центральной страны европы вот такой ну да он реально он одновременно и страшный и милый и угарный и угарный а вы перематываете заставку нет 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 вот когда вы сидите нас смотрите вы заставку перематываете ли вы не перематываете заставку время меня прям интерес если он первый раз сматриваюсь мило не пою я прослушиваюсь мне так все нравится не свернуть с пути наш шанс наш час землю спасти чароденьки такая же с таким же знаками их каждой а у моей подруге был блокнот это была популярная относительно штука нет третьего сезона корнелия в брюках или это мать нет это ты видишь очки такие мать походу хуже на мать не могу его найти он найдется детка но без черного кота я на ведьму не похожа ты похожа и потом брать кота на праздник опасно на улицах слишком много людей и машин он запросто может и потерять ах ты гадкий наполеон это нет ты чё локоны раньше же красили было или когда не в маникюр ну не в лак не подожди это в каком году стало прямо вообще круто ой да я не знаю это еще в седьмом мне кажется я начал это видеть где-то вот в десятое да ты чё еще эмо красили розовую прятку но это немножко другое хотя нет это одно и то же одно и то же с чего это другое забудь о прическе сегодня хэллоуин ах и что боишься призраков не призраков а ведьм и особенно нарису хорошо значит встретимся на карнавале скорей бы ночь что ты наденешь крис ты не постучался и здесь нет криса перед тобой страшный ниндзя изгой изгой сейчас получишь не зли сирма надевай к ну ладно ладно он играет я такие моменты счастлива что расслабно костюм пора ходить по домам я же не маленькая Эндрю Хорнби я понятия не имею о чем ты все равно пойдем мам крис ну что ты вопишь он злится что я взрослая и не пойду с ним пугать соседей ты взрослая в тот год ходила да ты обожаешь хэллоуин с детства за год много меня за аргумент а в прошлом году а в прошлом году ты любила эту куртку давай заново куртка которая была трендом за год перестала им быть ну тебе же нравилась эта куртка рефлектор этим не нравились эти куртки вообще классно нет это детская забава можешь не наряжаться но ты должна повезти криса или останешься здесь. Пойдем вместе, Ирма. Прикольно, у нее брекеты появились. У Хайлин? Да. Этому целая серия была посвящена. Да, но я их не замечал в прошлой серии. Или их, может, не прорисовали, или не было видно. Это весело. Ирма, Хайлин, у нас неприятности. Приходите срочно ко мне. Так, будешь ждать меня здесь. Я не хочу. Радуйся, что я тебя взяла. Прикольно, что у нее метла, просто швабра, а не настоящая метла у ведьмы. Ну, у сестренки. Так где-то такую метлу добудешь. Это... Можно постараться. Это не... Ну, не швабра. Это забавная деталь. Знаешь, понятия не имею, о чем ты. Просто если ежедневно спасаешь мир, то глупо просить конфеты. Классно покрасила прядь. Ей идет. Да, да, прикольно. Ей правда идет. Ей зеленка какая-то. Надо же, вся веселая компания уже в сборе. Чудно. Есть надежда, что Нериса меня не убьет. Зачем Нерисе нужен кот? Хэллоуин, крошка. Любой в эту ночь может украсть сердце земли. Минутку. Тайм аут. Прости, но сердце нужно отдать добровольно. В эту ночь все правила отменяются, и сердце можно украсть, убив того, кто несет службу. Ага, вот зачем Хэллоуин. Это как Судная ночь. Да, 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 да. Только... Все могут делать, что хотят. Только Хэллоуин. Может быть, это реально было Судная ночь, а потом решили сделать праздник невинный. Ближе к рамольной идее о том, что... Ой, столько этих идей про Хэллоуин. Я вообще наслушался невозможно. Про Хэллоуин, про 14 февраля, про Новый год. Где вместо вот этой гирлянды кишки детей. И что сердечко, это жопа. Это вообще к чему? Ну, да. Ну, 14 февраля. А, это оттуда пошел этот знак? Я думал, этот знак земли. Сердечко? Сердечко – знак земли. Ну, типа, там у нас создана из двух фигур, из квадрата и разрезанного на две части круга. Ты не задумывался об этом? Нет. Ну, у тебя, вот смотри, у тебя квадрат и кружок. Пополам режешь. Угу. Спасибо. Смотрим. А тыквы режут, потому что это один обряд. Тыквы реально живые. Не, вырезают, в смысле, рот. Вообще, это логично, потому что в каждом сериале, который мы смотрим, вся нечисть пытается... Это, знаете, как в одни... Сейчас я перепишу. Вот реально Хэллоуин – это потрясающий праздник для нечисти. Это как, я не знаю, воровка книг. Воровка книг. Пошел дождь, никого нет. И это единственный момент было у нее выйти на улицу. Это времена Холокоста, когда евреев прятали по домам. Это к чему? Это к тому, что как и у нее, так и у них один единственный день, когда они могут спокойно выйти и их не заподозрят. Потому что максимум они получат комплимент за хороший костюм. Ну, скажем, в сериале есть как рождественская серия, так и хиловиновская. Что наводит на мысль, что... И если это сериал про сверхъестественные существа, то там по-любому сверхъестественное существо выходит без костюма. Вот так вот. И все такие, о, какой классный костюм. Это типа классика. Да, это прям клише жесткое. Не верен о чем-то основанной. Но когда черный кот перебегает дорогу, он не желает зла. Ах, просто слезы наворачиваются. Так чего ты от нас хочешь? Спрячьте меня! Позори нас, Седрика. До полуночи я даже не могу превращаться, чтобы себя защитить. Я просто живая мишень. Класс. Я ослышался. Мы сможем, наконец, заманить Нерису в ловушку. Вилл, нельзя, чтобы Нериса завладела сердцем. Ее сила в три раза возрастет. Да, и тогда мне конец. Мы не отдадим сердце. Просто кот будет наживкой. Эй! Нихрена себе. С тех пор, как Фобос с нами, Нериса не нападает. Она знает, что он может отнять ее печать. Но этой ночью колдунья точно придет за тобой. И мы устроим ей ловушку. А как это сработает? Там разделено на три части это сердце. Он, как и Хагглс, и Мэтт, являются реагентами Земли. Да, а почему она не Хагглса убьет? Да. Или Мэтта. Ну, допустим, Хагглс. Он вообще... Хагглс даже без интеллекта как такового. Ну, вообще, он совсем может убить. Случайно. Просто упадет с крыши. И все. И сердце... А кому сердце перейдет в таком случае? Распределиться между Мэттом и... Наполеоном. Наполеоном. Не знаю, как это будет. Знаешь, девять жизней у кошки лишь в сказках. Почему ты на карнавал с пижамой надедился? Я же ниндзя! Ниндзя носит пижамы? Сейчас я его второзрубить. Я получу больше конфет. Спорим? Мой способ дает стопроцентную гарантию. Если ты меня защитишь... Мяу! Можно я пойду с Крисом и Ирмой? Можно? Ну, пожалуйста. Разве я не нужна здесь? У нас сложное дело. Думаю, мы вполне справимся. Блеск. Да, мы... Я думал, другое слово стало. Да, да, да. Прямо. Очень близко было. Ведь хуже не бывает, если кто увидит, как я... Эндрю Хорнби. Понятия не имею, о чем ты. А то ты получишь... Конфеты! Конфеты! Блин, бланк. Блант пойти в нашу костюм. Да, он и так в костюме. Разве он без костюма? Наверное, и нам пора надеть костюмы, вер? Ну, конечно. Ну, конечно. Конечно. Of course. Точно. Шэггл. Блин, или как его там? Шэгган. Чародейки. То, что они стали в три раза больше. Вот. Вот этот момент. Я только что поймался на мысли. А то, что они на две головы выше. Это нормально? Выросли быстренько. Вода! Огонь! Земля! Преоперекрасный. Преаль? Ну, она... Розовая? Ну, да, нет. Имеется в виду, что обратно вернулась. Да, ну, конечно. Мы едины. Ух ты! Быстро нарядились. Даже на костюмы для Хэллоуина теперь новая мода. Я знал, что ты хочешь пойти. А, нет. Да, прядь все еще такая. Не, ну, они же выше стали. Они стали больше. Мать, это никак не смутило. Ну, нет. Типа Хайлин. Неплохо. Дети быстро растут. Ты приготовила костюм. Это не костюм, а маскировка. Чтобы никто не узнал меня. Пока, Ирма. Встретимся на карнавале. Так что за план, Вилл? Надо устроить засаду. Главное, чтобы Нериса ничего не заподозрила. Я знаю одно место. О-о-о-о-о-о. Я скучала. Ну, когда он заговорит, а? Прекрасно. Жуткий книжный магазин. О-о-о, наша библиотека. Мы уже забыли про библиотеку. Как там хорошо было всем. Особенно миллион. Это все еще в его собственности, если что. Итак, Наполеон заманит Нерису. Но как он найдет ее? Она сама меня найдет. Верно. Нериса заходит. Фобос хватает печать и спасает Наполеона. А мы подкрепление. Нам пора облачиться в боевые доспехи. Чтобы застать ее... Ну, это прям больно. Хотя больно всем. Помните, как мы... А Седрик. ...содорогались за Седрик. Он каждый раз у него кости ломаются. ...плох, придется подумать о маскировке. Что ж, с твоими волосами не справимся. Но у Седрика самый кайфовый костюм. О, ничего другого не мог придумать? Пф, розовый шкаф. Жизнь или деньги? Подожди, он сам даст конфеты. Перестань тянуть миску. Раздаю. Одну ведьме, одну ниндзя и одну... Вонючке. Ха-ха-ха, видела? Дали конфеты. А где водопад из сластей, что ты обещал? Я еще не применил стратегию. Учись. Меня отпустили с приюта на одну ночь. Дайте сладости. Ух ты, я чуть не отдала свои. Отличный ход. Еще бы. Знаешь, сколько я его придумывала? Ты забыл самое главное, братец. Ха-ха-ха, это она придумала. Это ее ход. Первое. Пустой кулек для конфет. Второе. Милая личика. Третье. Жалостливый рассказ. Мой брат очень болен и не может собирать конфеты. Дайте что-нибудь, чтобы его утешить. Все ребята на празднике, а он... Ох вы бедняжки. Вот так, понял? Ух ты, жаль, что ты слишком для этого взрослая. Да ладно, иногда и взрослые могут немного поиграть. А какой предел? Что? Вот мы бы пошли. Собирать конфеты? Да. Ну. Или это чисто вот как... А, ну нет, это подростковый, мне кажется, подросткового возраста. Дальше уже все. Подростковый когда заканчивается? Ну, 14-15. Типа все, это уже предел. Ну да, думаю, уже, блин, дубным шестнадцатилетним уже не будут давать конфеты. Эндрю Хорнеби? Что за Эндрю? Как гринписовцы этот план не одобрят. О, кстати, сколько шуток было про... Это не риса. Это кошка. Да, почему нет? А что ты хотел сказать тебе? Что много шуток было про гринпис. И тебя, крошка. И почему такая красотка одна гуляет в Хэллоуне? Это не риса. Постой, киска. Я не обижу. Я уничтожу. У меня с косяки трясуло. Ой, мать. Кто она по национальности? Мне кажется, мексиканка, да? Не риса? Да. Или итальянка какая-то. Ну, может, итальянка. Армянка. Ну, вот что-то такое, да? Кстати, похоже. Я же не риса. У армян очень жесткие черты лица. Да, да, да. Вполне возможно. Твоя армянка. Не риса, армянка. Хватай, хватай печать. Жду лучшего момента. Ау! Ловушка. Оооо! Сбежайте меня! Какой стрёмный план. По факту они спалились только из-за шкафа. Да нет. Да-да, из-за шкафа. Ну да, из-за шкафа. Ну, не без изъянов. Ну, просто почему? Да, хороший был план. Почему Фобос не начал... Искал подходящий момент, он же сказал. Мне кажется, он что-то задумал. Что ж ты не взял печать? Ведь не риса, была рядом. Что обсуждать? Почему сорвался твой план? Нужно найти бедного кота. Жду вашего доклада. Получилось! Вот! Тянучки! Ух ты! Раньше старая мисс Примусбергер давала зубочистки. Неплохо! Бланку везти! Смотри! Шарики от Молли? Ням-ням-ням! Хе-хе, с ментолом! Пошли дальше! Он всегда готов! Ужас какой. Здравствуйте! Дайте конфеты больному брату. Ему нужны лекарства, а не сласти. В чем дело, у него... Логично. Конфеты, но он нам их не дал. Сейчас разберемся. Я сказал вам, дети, что... Дай конфеты, дай конфеты. Сласти. Как ты сумела? Моя новая стратегия. Целый мешок. Ирма, да ты просто гений. Моя сестра круче всех. Это вообще законно. Какой дом ограбить? Лэр? Диктор Лэй? Это ты? Эндрю Хорнби? Собираешь сласти? Точно, Йонга. Кто это? Так, Эндрю Хорнби. Так, Эндрю Хорнби, он у нас... Это парень, который ей нравится, видимо. Да, но она встречается. Ну как встречается? Она не встречается, она подружает. Они дружат с Мэтью. Она его фракционит. Да. Его не Мэтью зовут. Ну, короче, вот этот вот. Мы все поняли. Не, Мэтью живут, нет? Не, не, точно не Мэтью. Ну, может, Мэтью... Не, Мэтью... Мэть, Мэть, это же, блин, этот... Мэть, это парень Уилл. Вспомни. Ему засохло. Но ты сказал, только малыши ходят по домам. Люблю бесплатные сласти. Как бланк. И ты костюм надел? Я считаю, что это очень круто. Идешь на карнавал? Ага. Попутного ветра, подружка. Три тысячи чертей. Милашка. Ирма такая красивая. Мне очень нравится. Я прям помню, когда в самом начале я не выкупил ее прикола. Она вообще кайфовая, девчонка. Мне нравится Ирма и Тарань. Да ладно, мне все нравятся. Все, правда, классно. Все нравятся, все. Все персонажи здесь просто обалденные. Наполеон знает, что мы гуляем здесь. Он придет, я знаю. Я жду. Если не Риса не найдет. Фу ты, ну ты, с ума сойти. А вот и он. Потрясающие костюмы. Ага. Ага. Скажи, сыр. А где молния вшита? Сколько вас в этом костюме? Лучше узнаем, что у тебя внутри. Эй, Мартин, угостить тебя попкорном. Внимать. Как это интересно, да? Вот, ну он когда превращается в человек, он такой манерный и очень воспитанный для человека. Да, да, да. И когда Седрик, это полная вообще противоположность. Кишки выпущены. Ну это что такое? Это раз похоже на нашего Седрика. Это альтер-эго. Ведьмы-ванкиры! Подружка, стянув через 10 минут. Ааа, в другой раз подружки! Я намерен победить в конкурсе! Кар-кар! Кар-кар! Если бы граф Дракула знал, что его чуть не сожрал змей? Смотрите, Наполеон! Я здесь. Дайте ко мне. Давай еще раз. Поддерживаю. Нужно было закрутить. Кот найден. Долго еще терпеть эти глупости. Видишь, я говорю, у них план. Спокойно, Седрик. У меня до сих пор мило с этой сценой. Он заберет у кота силу. Мне мило с этой сценой. Кто умеет ждать, может достичь многого. Да, да, Хобос. Конечно. Привет. Ирма, ты нашла нас. А, да. Найти огромную змею оказалось на редкость легко. Лилиан уже дома. Я навязала ее, но ты все равно шла с Крисом? Ну, собирать сласти довольно прикольно. Полюбуйтесь на трофеи. Хм, разве это не детское занятие? Да брось, в такую ночь все становятся детьми. На будущий год наряжусь ведьмой, а Эндрю Хорнби, а оказалось, он симпатичный пират. Чего мы делали? Вот просто... Да это Хэллоуин, все всему поверят. Всем вообще, все всему верят. А не змею огромную, блин. Вот знаешь что, ты же можешь отличить костюм от... Слушай, от чего? От магии? Я не видела магию в жизни. Нет, ну представь себе, вот перед тобой вот змея, и там нет ни складок, ничего, ни какой-то... Это не ткань, нет, просто вот кожа. Ну, есть 10 очень хорошие костюмы. Правда. До полуночи всего 5 минут. Найдем все готовы к конкурсу карнавальных костюмов. Считай ты спасся, котик. Что не риса успеет за 5 минут? Спроси у нее! Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Мисс Лэр, что все это значит? А это для конкурса. А вам не нравится? Она же так же одета, как и они. Да, да. Ну, типа это шоу. Что за необычный сюрприз, ребята? Смотрите представление. Люблю обдирать скотов в шкурки. О, ужас. Фобос, хватай печать! Спасай Наполеона! Спешите ни к чему, я жду. Ты лгун! Когда она поняла, что это реально дебильная была идея, довериться Фобосу... Вот теперь придется еще и его ловить, потому что теперь с ним никакого контракта дальше продолжаться не может быть. Теперь еще и... Его, Седрика, и вот эту... Меринду. Ты хочешь, чтобы Нериса уничтожила Наполеоном и завладела сердцем? Тогда с печатью ты получишь тройную силу! Что ж, меня разоблачили. Я долго ждал, чтобы отомстить, страшница. Жди, уродец! Деньги или жизнь? Нет, просто жизнь. Потрясающе! Я думал, то она. Меотехника, фейерверк в гонконгском стиле, крылья с миниатюрными моторами, с ума сойти! Плохая новость. Ну, ладно, а как... Типа они все это воспринимают как реальное шоу, окей. А как они левитируют? Как это происходит? Нериса не уймется, пока не покорит вселенную! Само собой. А вдобавок, Фобос использовал нас. Понятно. Да, я так и знала. Все-таки он противный. Наконец, мать моя. Эй, крошка! Ну, зачем тебе потрепанный кот-охранник? Я получу приз, мама? Я так нужно отжимать. Эй, Саши, забудешь, что ты мать его! Это мать, реально. Ой, знаешь, как она, кого она мне напомнила? Она мать этого, мэта из дневников вампира. Чего-то внешне мне напоминает. Тоже черные волосы вся такая, немножко старенькая, горячая женщина. Она скорее как мать другого персонажа. Мать ступала? Почему она не убила кота, когда у нее была на это возможность? Потому что это мультик. Увидела Наполеона! Оре-вар, котик! До встречи, крошка! Все? Астральный бибель? В чем дело? Лишилась речи? Нет! Он классный! Нериса смылась! И Наполеон жив! Фобос на них был! Это все была постановка для Нерисы, да? Так глубоко, так продуманно. Да подожди, сейчас. Давай. Золотые слова, крошка. Все, хватит меня так называть. Кто сказал, что счастливый конец только в сказках? Фобос. Начинается новая эра. Эра Фобоса. Не, ну все равно у него план. Не, ну тут однозначно так прям у чувака все сердца. Он же впитал себе не только там и Элеон, и все на свете. В этой штуке-то тесной. В кольцо. Ну просто и чразики такие. Да, но справедливости ради, Фобос реально как будто они коварные, он как будто просто тупой. Нет, в смысле тупой? Не знаю, мне Фобос вообще не внушает какого-то... Из первого сезона, да, но сейчас... Так а сейчас что-то меняется? А какой ему резон, какой ему резон что-то отдавать? Нет, ну согласна, какой резон помогать, это да. Просто возможно они думали, что они его обхитрят, обманут. Не знаю. Нет, но то, что он хочет забрать ее сердце, мне как бы понятно. Потому что у него сил недостаточные, он сейчас их восполнил. А зачем выстраивать дальше отношения с чародейками? Ну прям мотивации там нет от слова совсем. Они его победили, посадили в тюрьму. Пришли, сказали, чтобы он стащил сердце, и он такой... Давай, побежали. Я и всех остальных тоже... Ну правда, план, конечно, гениальный. Не знаю, что может пойти не так. Все. Пишите, что думаете. Пока. Пока.